Девушки отдыхают На высоком уровне сложности В данный момент обстановка следующая В прошлой серии мы получили маленький утешительный приз Захватив город Аполлония Тот что на западе наших границ Но к сожалению потеряли свой большой город Фессалоники Сейчас как вы можете наблюдать на западе наших границ Высадился небольшой отряд для атаки Но все же отряд То есть армия римского семейства А если быть точнее То это наш давний друг В кавычках Дом Марка Юния Брута Вот они собственно и высадились Мы попытаемся их выгнать отсюда Собственно чем я и занимаюсь Что касается казны То денег у нас не шибко много В общем ситуация у нас не очень хорошая Я бы даже сказал критичная Мы как никогда близки к провалу Честно говоря я не представляю что нам делать И как выходить из этой ситуации победителями Единственное что приходит мне на ум Единственное что мне приходит на ум Так это собрать хорошо обученное войско С бравыми ребятами как бы И попытаться отбиваться от полчища врагов Лучше конечно собрать не одно А целых два или три войска Ну конечно вряд ли у меня это получится Я имею ввиду набрать два или три Две или три полноценной армии Так как денег в казне вообще нет Они нужны Не только на воинов Но и на обустройство городов Будет хорошо Если получится собрать хотя бы одну армию Из инвалидов и стариков Вот с кем с кем А с наличием инвалидов в моем государстве Никаких проблем как бы нет Тьфу-тьфу-тьфу Ну что же давайте попробуем В этой серии не слиться И вернуть наш ранее потерянный город Обратно в нашу собственность Как бы Попробуем это сделать А сейчас мы собственно Прежде чем возвращать Фессалоники Попробуем Отстоять собственно Аполлонию Отогнать Брута И вот там на подходе уже Фракия по-моему подходит Так что Надо тоже с этим что-то делать Две армии более или менее У нас какие-то уже есть Правда не полные Ну Хоть что-то То есть Хоть кем-то мы можем Маневрировать Плохо то что В данной ситуации у нас Города остаются совсем незащищенными И пустыми Давайте вот этих Македонских Мятежников подгоним Ладно не достают Сдаем ход Ждем Действий врага Так Дакя что-то нам предлагает Давайте послушаем его Или купить хочет нас Стать протекторатом Нет спасибо Давай лучше прекратим огонь И как бы будем дружить Нет не хотят Не хотят Это печально Мне бы хотя бы с греками Подружиться Знаете Я вначале так греков не любил А теперь мне они кажутся Просто Святыми И хорошими ребятами Наверное у нас с ними Просто какое-то Недопонимание произошло А так Греки нормальные Вообще Ребята Они высаживаются Получили один раз И все Как бы И сидят Ну а вот Дакия И фракия И брут Как бы Вообще Это Просто звери Животные Люди В волчьей шкуре Вернее Волки В овечьей шкуре Так будет Правильно Так Капитан Пивкалай Какой-то Передал Войска В другую армию Здесь мы попробуем Переобучить Но сейчас не получается На следующем ходу Наверное У нас уже будет Три армии Практически Три Давайте вот этих Брутских Соплежуев Как бы Отгоним Отсюда Так Здесь у нас Фраки Уже стоит Это печально Так Не доплываем Ну ладно На следующем ходу Добьем На следующем ходу Постараемся Добить И потопить Этот флот А с этими Надо же На автобое Мы тоже Зарешали Удивительно Там уже И Дакия К нам Обратно Подходит Это конечно Не очень хорошо Но У нас Более-менее Как бы Армия Посильнее Будет Посерьезнее Поэтому Я думаю Мы с ними Разберемся И отгоним Их назад Туда Откуда Они пришли Собственно Другой Как бы Стратегии Как себя Вести Я Не придумал То есть Либо нам Выводить Реально Все войска Из наших Городов И пытаться Ходить Двумя-тремя Армиями Вместе И отбиваться Либо Принять Подданство Я вот Сейчас уже Додумал Может быть Действительно Принять Предложение Даки И Стать его Протекторатом Я не знаю Он будет ли Меня защищать От Фраки Мне бы Знаете Хотелось бы Как-нибудь Столкнуть Фракию И Дакию Друг против Друга Чтобы они Начали войну Вот это Было бы Здорово Но Как это Сделать Я просто Не представляю Вроде Вот Эфисалоники Мы потеряли Но Дакия Не хочет Его Захватить У Фраки А если Я его Захвачу То конечно Он Пойдет На нас Это Логично Денег Опять Нет Печаль Беда Так что Тут У нас Конники И убийца Нанимается Давайте Попробуем Еще Какое-нибудь Маленькое Войско Вытащить Из этих Городов И отправим Их На подмогу Нашим Ребятам Думаю За два Хода Как раз Они Дойдут Так Этих Не трогаем Ну ладно Сдаем Ход Опять Высадился Брут И Семейство Юлиев Осадило Наш Порт Сколько Можно Сколько Можно У меня Уже Корабли Трех Серебряных Лычек Поднялись То есть Они Реально Уже Опытные Бравые Ребята Так Что у нас Там Происходит Македонская Столица Лариса А Подождите Так у нас Столица Не Фессалоники А Лариса Я по моему Перенес ее Да Да А я думал Что наша Столица Была захвачена Так что Это было Какой-то Звук Непонятный Это не у меня Ребята Это Почему-то В игре Он такой Не знаю Может это В стиме Что-то Ладно Так Давайте здесь Поставим Сторожевую башню Чтобы видеть Кто приходит Кто уходит Агент Разоблачен Лариса Понятно Семейная Трагедия Набор Итоги Хода Блин Надо бы Нанять Еще Войска Ладно Подождем Когда у нас Чуть побольше Будет денег Да Вы посмотрите Опять он идет С двух сторон И фракия И дакия Подходящий муж Конечно Конечно Нам нужен Новый человек 16-летний пацан Отлично Я думаю Ты в скором времени Возглавишь Одно из Войск Давайте ему дадим Небольшой отряд Чтобы он мог Хоть как-то Себя защищать И Присоединим его К нашей армии А может у него Уже и будет Своя армия Посмотрим Так Давай Македонская конница Сюда Иди На следующем ходу Присоединишься К своему Господину Так Что у нас тут происходит Опять два корабля Сцепион Брут Там еще и Юлий Просто замечательно Так Абсолютно пусты Абсолютно пусты И даже вот эта Мятежная армия Может Спокойно Захватить Два города Вполне В легкую Например Коринф Или Спарту Или Афины Любой город Бери не хочу Главное Главное Тоже Тоже Взаимодействовать Незначительное поражение Так как так Что-то я погорячился С автобоем Только что Надо было лучше Участвовать Лично Блин Не доходит Ну вы-то Хоть час Добьете Незначительное поражение Ну что такое Ну как Как так Блин Ладно О Ваши войска Атаковали армию Фракийцев Хорошо Разве наши Атаковали По-моему Только что Нас атаковали Я ни на кого Не нападал Не будем слушать Эту заставку Сразу перейдем К развертыванию В войск Так Давайте назад Их чуть-чуть Уберем И Немножко Разберемся Кого Куда Зачем И почему Так Вот вы Рекруты Копейщики Будете в одной группе И находиться Пельстаты Или пельтасты Верни Как в другой И кавалерия В другой В третий Так Давайте Застрельщиков Поставим Впереди Чтобы они Открывали огонь По врагу А собственно Кавалерию Мы объединим Еще в две группы Наверное То есть Вот так вот И вот так И четыре Будут идти Справа Так Где враги Ой елки палки Враги Вообще С другой стороны Хорошо Давайте Передвинем Наши войска Немножко Собственно Это и они Так критично Выставим Их В ряд Так Ну враг Уже начинает Какие-то маневры делать Куда-то бежит Попробуем Его Кавалерии Дожать Догнать Ну Я имею ввиду Кавалерию Врага То есть У нас Явно Явное Преимущество По количеству Поэтому Надо что-то С ними сделать Враг Опять Разворачивается Придется И мне Немножко Передвинуть Наши Отряды Так Давайте Ребята Вперед Догоняйте Это кто? Это застрельщики Или Непонятно Это бельдасты Но он что-то Непонятное Мутит Пытается Выстроиться В линию Или Что он делает Я не понимаю Давайте попробуем Выманить На бой В ближний В ближний бой Пошел на нас Хотя мог Просто тупо Стрелять И держать Дистанцию Вот еще Стрелки Можно их Еще поднажать Немножко Поддавить Втоптать Так сказать В грязь Вытоптать Все Говно Из них Они сразу Побежали Как трусливые Собаки Собственно Я и Не удивлен Так вот Еще стрелки И вот Еще стрелки Отлично Можно давить Просто ездить И Втоптывать Их Головы В сырую Землю Всех стрелков Буквально Можно втоптать Главное Не завязаться На ближнем бою С какими-нибудь Тяжелыми Пешими Отрядами Типа Копейщиков Или Копейнос Вот Вот Тяжелая Пехота Но Кавалерия С двух сторон Если мы Зажмем Мы в принципе Их задавим Это уже Стратегия Отработанная То есть Они Сразу же Побежали И сразу же Уже Все Сдались Это ГГ С этим Отрядом Собственно Но я думаю Мы разобьем Эту армию Уже Чуть-чуть У него Осталось Если он Даже Предпримет Попытку Нас Атаковать Я имею Ввиду Наших Рекрутов Копейщиков Наши Пельтасты Их просто Расстреляют А потом Рекруты Копейщики Их просто Затычат Своими Точенными Пиками Давайте Кавалерия Немножко Отступим Чуть-чуть Передохнем Посмотрим Какие Отряды На нас Агрятся И попытаемся Выманить Пару Отрядов И разбить Их То есть С флангов Атаковать Желательно Вот таких Вот Тяжелых Пехотинцев Так Стоп Давайте Сразу Выстроим Их В правильную Позицию Чтобы Можно было Атаковать И посмотрим Дальнейшие Шаги Наших Врагов Все усталые Уже у меня Кавалерия Пусть идут Наверное На обычном Марше Чуть-чуть Отдохнут А то Реально Они уже Очень устали И на Моральный Дух Я так понимаю Это очень Сильно Влияет Подавлены Из-за Усталости Видите Это плохо Надо им Дать Время Чтобы Отдохнуть Сделать Какую Нибудь Передышку Я вот Думаю Подвинуть Или Не двигать Вообще Не трогать Основную Армию Или Мы Кавалерия Просто Справимся На ура Тяжелые Фольксмены Да Так Давайте Чуть-чуть Назад Отходите Ребята Ребятишки Так 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 Это Кто у нас Стрелки Давайте Со стрелками Разбирайтесь Это тоже Стрелки Тяжелая Пехота Главное Не попасть В Зону Их Влияния Так Давайте Назад Сразу Что-то Стрелки Они Убегают Давайте Давайте Назад 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 Военачальник Побежал Хорошо Просто Отлично Замечательно Отходим Назад Отходим Ребята Давайте Конных Застрельщиков Добьем Уже Наконец Так Жалко Они Не Выполняют Мои Приказы Нормально Хотя Должны Должны Исполнять Наши Приказы Как Заповеди Божьи Но Не Делают Этого Это Кто Тяжелая Пехота Давайте Давите Куда Вы Куда Вы Сейчас Нарветесь На Другую Пехоту Ну Что Вы Так Близко Пробегаете Блин Нас Кто Обстреливает Это Плохо Достаточно Убегайте Зараза Я Не Могу Догнать Это Кто Такие Вы Что Убегайте 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 Возвращается Военачальник Давайте Давайте Назад Назад Ребята Назад Добивайте Добивайте Вот Вы На помощь Идите Так Отлично Тяжелая Пехота Сейчас Опять С двух Сторон Зажмем И будет Замечательно Все Они Побежали Военачальник Тоже Бежит Все Мы Кавалерия Практически Полностью Разбили Его Армию Вот Здесь Еще Немножко Как бы Осталось Но Это Вообще Ничего Для нас Правда У него Там Копейщики Два Отряда Тяжелой Пехоты И Два Отряда Копейщиков Ой Надо бы дать Отдохнуть Нам Кавалерия Немного Они Уже Реально Устали Устали Запыхавшиеся Все Давайте Сюда Блин Что ж Вы не догоните Этих Стрелков Ну Реально Реально Уже Устали Подавлены Из-за Усталости Даже не могут Догнать Пеших Стрелков Видите Как медленно Они скачут Но Зато Быстро Они Разносят Просто Смотрите Уже 24 А Было Почти 50 По-моему Давайте Завершим Битву Безоговорочная Победа Это Хорошо Конечно Но У нас Есть Кое-какие Потери В конных Отрядах Надо бы Их Восполнить Но Зато Мы По-моему Две армии Врага Разбили Это радует Или Одну Да Не важно В принципе Она Была Полная Для нас Разбитая Афракийская Армия Считается За Две Армии Так что Нормально О Елки-палки Еще одно Сражение Девкал Завоеватель Против Диегис Обычное Поражение Думал На автобое Зарешаем Но Что-то Не зарешали Так Здесь Что Здесь Понятно Победа Занять Поселение Фессалоники Мы вернули Теперь Нам нужно Вот этих Всех Сволочей Отсюда Отогнать Человек Дня Отлично У нас Теперь Реально Из низов Выбился Военачальник В члены Семьи И теперь Он У нас Генерал Так В Эпире У нас Погиб Член Семьи Это плохо Это плохо Так 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 Давайте Сюда Загоним Наша войска Переобучим И Ну Мы Походу Потеряем Сейчас Аполлонию Вот Блин Не ожидал Я то Что мы На автобою Проиграем Надо было Все-таки Лично Участвовать Я бы С радостью Участвовал Просто Это очень Долго И так У нас Компания Очень сильно Затягивается Из-за личных Боевок А вот На автобоя Видите Мы не можем Зарешать Так Давай Сюда Переходи Надо бы Переобучить Переобучить Воинов Не хватает Нам денег Не хватает Нам Ресурсов Человеческих И прочих Не хватает Нам Времени Просто Жалко Так 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 Отгоняем И заговорочная Победа Отлично Только Теперь У нас Город Пустой Давайте Низкие Налоги Блин Фессалоники Ой Фессалоники Говорю Аполлония Теперь Под угрозой Возвращаем Одно Теряем Другое Как обычно Господи Опять Брут Плывет Сцепион Плывет Еще Один корабль Сцепиона Сколько Можно И Приплыл Он Прямо К нам Опять Жалко Давайте Убьем Попробуем Убить Вот этого Диагиса Он Наверное Неплохо Так Качнулся На нас Ну Все это Мы сделаем В следующей серии А сейчас Мы сохранимся И я с вами Прощаюсь Спасибо Что смотрели Данное видео Всем пока Субтитры Субтитры Субтитры